И все привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик непосредственно будет связан конечно же с новым экспериментом с 16 на 16 с матчмейкингом, где лучше играть Именно эти наверное мысли меня тревожили во время начала данного замечательного эксперимента 16 на 16 в матчмейкинге И я конечно же пытался для себя сразу же найти те режимы в которых можно неплохо фармить Понятное дело что я конечно же обратил внимание на тот самый режим джиггернаута, который для меня наверное уже изначально был одним из тех В которых я думал что можно будет фармить на этом эксперименте нереально большое количество кристаллов Все таки вы сами понимаете 16 противников джиггернаут Если ты хорошо сейвишься, правильно выбираешь позицию и хорошее количество киллов бьешь и отлично делаешь то что надо делать в этом режиме То понятное дело что ты сможешь нафармить большое количество кристаллов И уже сразу же в первый день я приступил к тому что зашел в данный замечательный режим И знаю что я хорошо могу быстрым запикаться первым в бой Запикался на довольно таки интересный бой которому мы сегодня конечно же перейдем и пообозреваем его К моему огромному сожалению данный бой я уже могу забегать немножко вперед Закончился с досрочкой и я не сумел показать того большого количества кристаллов которое могло быть в этой катке Но все равно это очень приятная цифра Запикало меня это был второй второй бой вообще в принципе с начала эксперимента И это карта трек Новая карта которую добавили в матчмейкинг в 16 на 16 на эксперименты Я сразу могу сказать что это одна из самых интересных новых карт которые добавили Потому что она не является столь большой Плюс зоны респов здесь довольно таки приятные для качественного и быстрого уничтожения противника И мне она конечно же по душе Я раньше на ней играл когда еще у нас был немножечко другой матчмейкинг Эта карта была и плюс ко всему прочему на этой карте очень часто проходили всякие DM турнирчики Битвы в ВК и прочие прочие бои И эта карта мне нравилась и на тот период времени Поэтому сейчас когда ее добавили в матчмейкинг когда уже приелись все те карты которые были Эта карта выглядит очень даже интересно И понятное дело что когда я на нее запикался и понял что у меня за мою команду респ именно верхний А противник весь будет респиться снизу Я не долго думая понял что надо стоять именно здесь То есть я стою сверху Один респ тут остается вот на этой левой Левом подъемчике Все остальные респы снизу То есть я могу спокойно контролировать верхние позиции И за счет этих верхних позиций уже набивать большое количество киллов Что я в принципе и начал делать Отлично у меня здесь все получалось Прошло 2 минуты Киллов уже порядка где-то около 20 имеется И это меня сразу наводило на те мысли что Блин вот вот оно то что я хотел Вот те мясные катки Когда ты можешь нормально посейвиться Понятное дело что где-то тебя могут респить Где-то у тебя так жестко все получаться не будет Но здесь у меня все по крайней мере на тот период времени Пока еще это было только начало эксперимента И игроки еще особо не вдупляли что происходит И как вообще все это будет продвигаться в боях У меня получилось очень даже неплохо И даже может быть в какой-то степени круто Пофармить и отлично позанимать ту траекторию И ту позицию Да может быть сейчас если я буду играть Уже на этой карте на джиггернауте И буду держать эту позицию Уже противник будет знать Что ага там будет стоять джиггернаут И они будут специально ехать сюда Будут меня прессовать Но в этом бою у меня все получилось Киллы шли как по маслу Не сказать конечно что довольно большое количество Противников было на легких корпусах Если было бы побольше легких Я был бы еще более в хорошей ситуации для себя И смог бы формануть еще больше киллов Но даже при том раскладе что там и средние были И тяжелые Все равно киллы шли Я хоть и где-то даже аккуратничал Сейвился чтобы не слиться И со своим первым боем в джиггернауте И просто не обкекаться И не опять перепикивать Или там доигрывать карту На обычном вооружении Поэтому в каких-то моментах Я вот здесь вот тоже за домиком постоял Что тоже очень неплохая позиция Ну и здесь все очень удачно Сложилось так что у меня овердрайв был И вражеского джиггернаута не было И у меня получилось здесь И его убить да И мне там еще тиммейты чуть подсейвили И в общем и целом позицию сохранил Киллы фармил Ну что может быть лучше Что может быть лучше Когда у тебя все получается в режиме В котором можно поднимать Самое как по мне большое количество кристаллов На момент матчмейкинга 16 на 16 Да на момент этого эксперимента Я честно говоря Вот даже на момент запись видеоролика Не понимаю в каком режиме Еще можно будет попытаться формануть Больше чем можно формануть в этом Единственное это наверное только штурм За деф Да на механиках Там что-то попытаться И то там это сделать Как по мне намного намного тяжелее Да то есть как бы Здесь ты конечно потеешь намного больше За счет того что тебе надо бить киллы А там ты просто как бы За счет расходки правильной И игры командной Да можешь набивать опыт Но здесь оно как бы При любом раскладе все равно Как по мне больше можно да Формануть больше можно набить Да хотя там тоже как бы Ну фарм такой 50 на 50 как бы имеется Но джиггернаут это наверное тот режим На который я бы хотел бы Чтобы вы обратили внимание На котором вы бы поиграли И ну вот если даже вам там знаете Не заходит джаггер Но у вас например Быстрая прогрузка в бой Да и вы знаете что у вас есть Отличный шанс забирать первым Своего джиггернаута То вам будет очень даже неплохо Катать в таком режиме Ну для меня так точно да То есть я для себя могу понять что И быть уверенным в том Что это лучший режим для фарма Ну понятное дело что не для стримов конечно Когда там будет стрим снайпить И будет меня там специально бегать фокусить Да но когда вот например Можно записать какой-то видос Какой-то определенный контент То я могу с уверенностью сказать Если это тот самый лучший режим Ну и вас то никто наверное стрим снайпить не будет Никто вам мешать не будет Поэтому вам тоже я думаю что Можно так же успешно Покатать в джиггернауте Покайфовать И понабивать большое количество килом В этой катке мне удалось набить 59 Катка закончилась досрочно За 5 минут 50 секунд если я не ошибаюсь Около 6 минут короче катка длилась Если бы она длилась полноценно Все 7 минут То я наверное думаю что У меня бы получилось бы Ну поднять Ну если там Не 80 Ну где-то около 70 Да около 70 килов Я думаю что можно было бы поднять за эту катку И что являлось бы очень хорошей цифрой И плюс ко всему Если бы я набил ту самую 70 Я думаю что по кристаллам бы получил бы Уже бы не 4000 А где-то около пятерочки А если я получил бы около пятерочки То и по опыту там было бы около пятерки То есть в общем и целом Если вы Играете примерно Такой же самый бой На ультра уикенде Где у нас дополнительно Еще Х2 опыт И еще дополнительно Х2 кристаллы То в общем и целом Можно получить Где-то около 10 тысяч опыта И 10 тысяч кристаллов Что является Ну Не знаю для кого как конечно Но для меня Нереально Хорошей Бомбической Цифркой То есть за 7 минутную катку 10к То есть 20 таких боев У тебя плюс легенда 20 таких боев Примерно У тебя 150-200 тысяч кристаллов Я считаю что это очень имбовая тема Поэтому Мой вам совет Те кто Заинтересован Или кто играет Кто любит этот режим джиггернаута То обратите на него внимание Поиграйте на нем побольше Поформите на нем Да Я для себя По крайней мере На данный период времени Нашел только вот Такой вот способ Крутейшего Эффективного Замечательного Заработка Ну и Тот способ который я вам еще Тоже рассказал И Видеоролик который Я надеюсь что уже на момент Этого видоса Вышел На канал Вот такой вот видеоролик У нас сегодня друзья Получился Если вам понравилось То обязательно не забывайте Прожимать лайк Не забывайте подписываться На канал Нажимать на колокольчик Дабы ничего не пропускать Ну а с вами был мистер Ванька Всем друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока